Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Сегодня читаю о том, что зрители, россияне, зрители, те, кто смотрит еще телевизор вообще, требуют закрыть программу, пусть говорят, и выгнать Дмитрия Борисова. Все дело в том, что в эфире этой программы, я вообще думал, что она уже и не вернется, собственно говоря. Но нет, они возвращаются. В эфире показали, тема была выбрана, Сентит, это пришельцы-инопланетяне, с которыми контактирует Катя Лель. На полном серьезе показали этого, какого-то пришельца, значит, изображение, и там астрологи, и там ттт, в общем, сидели, рассуждали об этом. Друзья, я, конечно, понимаю, что если кто-то смотрит, наверное, собственно говоря, спрос есть на такие программы. Я как-то не против того, чтобы люди смотрели, что им нравится, потому что тебе что-то может не нравиться, но другие люди, если смотрят, им нравится. Надо уважать их мнение, их желание. Но до такой степени одебиливать людей, чтобы показывать им нарисованную карандашом картину пришельца Сент-Тита, с которым контактирует Катя Лель. Послушайте, может быть, она и контактирует с пришельцами, может, она с ними, я не знаю, чем еще занимается, но все-таки, мне кажется, в то время, которое сейчас мы живем, это очень сложное, непростое время, судьбоносное время, время структурных трансформаций, изменений в жизни общества, во многих сферах жизни общества. Мне кажется, что темы должны быть другие. В прайм-тайм главные кнопки страны, как они говорят, показывать карандашом нарисованные картины пришельцев, слушайте, это уже чересчур. Нужно показывать в прайм-тайм, в эти часы, когда больше всего людей включают телевизор, патриотические фильмы. Но нет сейчас своих, показывайте, советского периода. Какие-то патриотические программы, какие-то, может быть, фронтовые песни, еще что-то. Но в конце концов же нужно навести порядок хоть какой-то на телевидении, вообще на Первом канале, вообще непонятно, что происходит. Бадоева, которая высказалась против, совершенно спокойно возвращается в программу «Ведет жизнь других». Еще пишут, что ее травят. Послушайте, это уже совсем переходит всяческие границы. Она высказалась против операции. Она имеет какой-то мораль... Плюс ко всему пишут СМИ, что у нее несколько паспортов. Она вообще какое-то имеет моральное право быть на Первом канале? И еще заявлять, что ее травят. Она взвыла от травли. От травли. Это просто фантастика какая-то. В то время, когда сейчас происходят такие вещи на фронте, показывать на полном серьезе и час людям впаривать, значит, карандашом нарисованную картину пришельца, с которым контактирует Катя Лель, это те темы, которые Дмитрий Борисов считает действительно сейчас важны для общества. Или Первый канал. Это же просто издевательство какое-то натуральное. Можно понять людей, потому что... Слушайте, ну это просто дно пробить называется, с моей точки зрения. Картина пришельца. Вы серьезно? Друзья, что думаете на сей счет? С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочку закрепленного в комментариях, в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Друзья, подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна Новости. Там новости в формате 24 на 7. Мои ролики на социальные и политические темы. И подписывайтесь на, значит, запасной резервный канал здесь на YouTube. Он тоже называется Будда Гришна Новости, чтобы мы с вами не потерялись в случае чего. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok